МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии важных дат мы поговорим с Альей Кабышевной Ибраевой и Гульжан Мурзатаевной Шакаримовой, старшими преподавателями кафедры финансов и учета факультета экономики и права университета имени Шакарима. Здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашей студии. Давайте начнем нашу беседу с следующего вопроса. Так как же все начиналось? Расскажите, пожалуйста, историческая справка, такой экскурс. Хочется сначала поздравить наших финансистов нашего города, пожелать им в будущем благополучия, процветания нашему казахстанскому тенге. Что касается нашей национальной валюты, ровно 26 лет назад формирование основ рыночной экономики в Казахстане начиналось в очень сложных ситуациях. Переход к рынку был затруднен, что Казахстан оставался в зависимости от внешних факторов. И нам необходимо было введение нашей национальной валюты как первого символа независимости нашей страны. Подготовка к вводу национальной валюты решили провести в обстановке строгой отчетности, секретности. Нужно было набрать группу, которая займется дизайном нашей национальной валюты. При этом заказать определенные номиналы, набрать группу людей, которые действительно справятся с этим государственным заданием. Необходимо было это сделать очень срочно, так как мы были одним из последних государств, которые ввели свою национальную валюту. При этом, если сравнительно взять, например, английский фунт стерлинг, было разработано 6 лет, а наша национальная валюта должна была разработана уже в течение года. Такие у нас были сложности в 93-м, 92-м году. Мы празднуем сейчас 26-летие, в прошлом году был четверть юбилей. Всей страной мы праздновали этот праздник. И наша национальная валюта сейчас достойно держится на мировом финансовом рынке. Давайте обсудим, продолжая нашу беседу, в чем особенность нашего тенге как национальной валюты. Наша национальная валюта, она вот три года подряд удоставилась наградой. То есть в 2011 году была признана мировым банкнотным сообществом как лучшая национальная валюта. Подряд, то есть это и в 2012 году была купюра номиналом 5000 тенге, тоже была удостойна награды лучшей монеты. И в 2014 году также мы получили награду за лучшую валюту. Давайте перейдем тогда, какие сегодня стоят вызовы перед педагогами вашей кафедры в подготовке будущих экономистов, финансистов? И в целом, какие вызовы стоят перед страной в преддверии этого праздника? Давайте немножечко перейдем, обсудим вообще особенности профессии финансиста и экономистов. Что касается подготовки будущих специалистов, это, конечно, очень сложная задача охватить всестороннюю всю систему финансовых отраслей. Для будущих специалистов, финансистов с первого курса у нас проходятся, кроме лекции, практических заданий, мы приглашаем финансовых специалистов, специалистов финансовой среды, банкиров, банковских учреждений, проводятся TED-лекции, проводятся онлайн-лекции у нас в университете. Также практику проходят у нас в налоговом управлении с первого курса, также проходят практику в банковских учреждениях. Мы сотрудничаем почти со всеми банками, филиалами банков у нас в городе Семей. И хочется сегодня выразить благодарность руководителям банковской сферы, действительно, которые отзываются на наши предложения, приходят, читают лекции, участвуют во всех мероприятиях, которые именно касаются экономической и финансовой среды нашей кафедры, нашего факультета экономики и права. Таким образом, не только с теоретической точки зрения, а практически с первого курса студенты приобретают навык будущих финансистов, специалистов. И к четвертому курсу у нас трудоустроенность очень высокая, так как они востребованы в нашей финансовой среде. А как отмечают праздник на вашей кафедре? Расскажите подробнее, пожалуйста. На кафедре финансовый учет мы ежегодно, как работники финансовой системы, празднуем наш профессиональный праздник. То есть ежегодно мы проводим, в прошлом году была проведена международная научно-практическая конференция, которая была посвящена 25-летию национальной валюты, называется «Национальная валюта. Залог устойчивого развития Казахстана». В этом году, буквально сегодня проводится круглый стол с приглашением работников Национального банка, которые будут проводить семинар для студентов и для сотрудников нашего факультета. То есть по мере возможности мы каждый год отмечаем наш профессиональный праздник. А есть дополнительные какие-то еще мероприятия, может быть, какие-то акции, флешмобы еще что-то проводятся или нет в вашей кафедре? Среди студентов, может быть, сами студенты инициируют какие-то мероприятия внутренней студенческой среды в День финансиста и национальной валюты? День финансистов, да, мы со студентами в основном проводим, начиная с кураторских часов, заканчивая, скажем так, такими праздничными мероприятиями, как, например, «Две звезды» или мероприятия касаемо именно флешмобов, действительно мы это проводим. Ну, каждый год у нас мероприятия не повторяются, каждый год мы хотим преподносить... А что за мероприятие «Две звезды» можно подробнее, для тех, кто не знает, не в курсе? «Две звезды» у нас проводятся на уровне университета. При этом один участник — это студент, обучающийся нашего университета, а другой — это преподаватель. Ну, это будет проводить в этом году, будет проводиться именно вот завтра. Будет именно участвовать наши преподаватели с нашей кафедрой Ингера Сапаровна, и наш студент тоже с нашего факультета будет выступать в конкурсе. Это межфакультетовский конкурс на уровне нашего университета. И желаем им успехов, победы нашего факультета. То есть это конкурс, где выявляются знания, да, получается? Нет, это конкурс песенный, конкурс получается. Просто в этом году совпало с Днём финансистов. У нас каждый год это традиционное мероприятие. В этом году она совпала с Днём финансистов, и мы это принимаем как особенное мероприятие. Такой творческий праздник внутри коллектива. Вот продолжая наш разговор, хотелось бы поговорить о теме современной денежно-кредитной политики нашего государства. Расскажите, пожалуйста, в чем ее особенность, и более подробно. Наша современная денежно-кредитная политика, она, как правило, разрабатывается от Центрального банка. Основной целью является ее обеспечение стабильности уровня цен. То есть эта политика называется политика инфляционного таргетирования. То есть Национальный банк определяет для себя ориентиры инфляции. Это поддержание инфляции на уровне от 4 до 6%. Например, по итогам первого полугодия 2019 года данный уровень инфляции составляет 5%. Также можно сказать, что даже в послании президента Хасамжомарта Тукаева, который был издан 2 сентября 2019 года, он называется «Конструктивный общественный диалог». То есть это основа процветания и стабильности нашего Казахстана. В нем также освещаются вопросы денежно-кредитной политики. То есть там говорится, что денежно-кредитная политика в настоящее время является одним из тормозов экономического развития страны, так как он говорит о проблеме кредитования малого и среднего бизнеса. То есть сейчас наблюдается снижение на 13% кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. То есть он предлагает, чтобы банки второго уровня кредитовали субъектов малого и среднего бизнеса на более приемлемых условиях и на более длительные сроки. Также в данном послании говорит он о том, чтобы в будущем развивали, то, что касается денег, развивали безналичные денежные системы во всей стране, чтобы в перспективе данное направление. Расскажите, где сегодня печатают национальную валюту Республики Казахстан? Если первую партию, мы знаем, была отпечатана в Англии, то сегодня как обстоят дела с этим? В настоящее время банкноты печатаются у нас в Алма-Ате, то есть это бумажные купюры. Что касается монет, у нас в Ускаменогорске есть монетный двор, там изготавливаются монеты. Давайте поговорим о степени защиты нашего тенге. Сколько степеней защиты у тенге? На сегодняшний день наша национальная валюта, как Илья Мразатайна сказала, является одним из достойных валют, которая действительно по сравнению с другими валютами стран, например, взяла три раза занимала место. Там, получается, эксперты разных стран оценивают все параметры нашей национальной валюты, в том числе и степени защиты. На сегодняшний день у нас 18 степеней защиты, которые постоянно, благодаря средствам массовой информации, благодаря печатным изданиям, доводятся до нашего населения, которые действительно очень сложно подделать, скажем так. И каждый год эти степени защиты у нас совершенствуются, поэтому наша национальная валюта является наиболее защищенной национальной валютой. Это мировая финансовая система, чем мы можем гордиться. Продолжая нашу беседу, у меня возразил следующий вопрос. В условиях тех векторов, о которых вы говорили, развития нашей экономики страны, переход на безналичный расчет и прочее, необходимо учитывать такую особенность, как финансовая грамотность населения. Потому что, да, действительно, кредитование населения достаточно большими темпами идет, и зачастую не всегда люди могут правильно рассчитать свои доходы, расходы, да, и очень много историй, когда лишаются там квартиры, еще чего-то, еще какого-то имущества. И в условиях вот этих проблем на первую, конечно, позицию становится именно финансовая грамотность. Расскажите, каким образом все-таки у нас повышается финансовая грамотность населения, и как ее можно вообще в целом повысить? Какие в этом направлении есть уже успехи или цели дополнительные? Ну, что касается вопроса финансовой грамотности, да, мы с вами согласны. Это является наиболее актуальным вопросом на сегодняшний день. Мы, как кафедра, выпускающая будущих финансистов, именно проводим также мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. При этом приглашаем определенный круг людей, также приглашаем сотрудников банковских учреждений, налогового управления, финансовых других учреждений. Проводим, например, у нас каждый год традиционным является Олимпиада Финолим. То есть мы приглашаем учащихся школ города, также приглашаем учащихся колледжей, и каждый год мы проводим городскую Олимпиаду Финолим. Там вопросы именно теории практики и финансовой грамотности рассматриваются. Также благодаря вашему каналу тоже доводим до нашего населения о азах финансовой грамотности, то есть с приглашением вашим мы приходим, и наши преподаватели выдадут информацию. Сейчас актуально стоит вопрос о, например, финансовых пирамидах. Хочется еще раз сказать населению, что нельзя верить финансовой пирамиде, надо, чтобы наши денежные средства наращивались, надо работать, повышать свою финансовую грамотность, но никак не вкладывать в финансовые пирамиды, например. Поэтому вот такие посредства массовой информации, проведение мероприятий мы вносим вклад в решение проблемы именно финансовой грамотности населения. Я даже знаю, что уже с этого года ввели дополнительные предметы в старших классах финансовой грамотности, то есть это уроки предпринимательства. Планируется ли в вашей кафедре работа со школами, какая-то дополнительная нагрузка? Мы и в плане, и также мы проводим, да, у нас есть сотрудничество Назарбаев интеллектуальной школы, вот недавно у нас заведующая кафедра тоже Кларка Шпайна провела лекции в Назарбаев интеллектуальной школе, то есть в школах мы тоже проводим определенные лекции, ну, по приглашению школ бывает, сотрудничаем с нашими школами, например, у нас была проведена тоже недавно краудсорсинг-площадка, то есть там было, решались вопросы именно с финансовой грамотностью, связанной с финансовой грамотностью, у нас мероприятие так и называлось, финансовая грамотность, да, в селе, если не ошибаюсь, и получается именно, также мы приглашали работников финансовых учреждений, то есть учащиеся школ, учащиеся колледжи, также наши студенты могли свои вопросы интересующиеся, да, задавать именно работникам финансовой сферы и получать ответы. Хорошо, спасибо большое вам за беседу, за время, выделенное в нашей программе, а я напоминаю, что это была программа «Айтарамбар», и она подошла к концу. Гостями нашей студии сегодня были Алия Акабышевна Ибраева и Гульжан Мурзатаевна Шакаримова, старшие преподаватели кафедры финансов и учета факультета экономики и права университета имени Шакарима. От лица телекомпании ТВК-6 поздравляю с профессиональным праздником всех работников финансовой системы города-семей. С вами была ведущая Айжан Баюакова, до новых встреч в эфире, всего доброго!